Чтоб ваша кошка жила долго, здоровой, счастливой, первое. Не пускайте ее на улицу без присмотра, отравят соседи вместе с мышами, разорвут собаки или собьет машина. Второе. Кошку в городской квартире придется стилилизовать, иначе выпрыгнет или свалится с балкона, разобьется или убежит. Третье. Городская квартира для кошки тюрьма. Если нет возможности выгуливать, возьмите ей пару. Переселенец оставил временно кошку Висту в квартире сына, где проживал котик Кузя. Когда хозяин забрал Висту, Кузя плакал, искал Висту. Виста также плакала. Четвертое. Не кормите кошку кормом. От сухого корма гарантирована мочекаменная болезнь. Причина – концентрированная моча. Кошки родом из пустыни и воду экономят. Влажный корм с консервантами и дороже мяса. Пятое. Не давайте кошке гормональные таблетки. Это не альтернатива стерилизации. Рак гарантирован. Пятое. Для чистки зубов покупайте хрящи, говяжьи трахеи. Шестое, но очень важное. Не ставьте коту капельницы. Во-первых, они не всегда нужны. Кот Сергей простудился. Это реальный пример из жизни. Симптомы. Мало ел, мало пил, не мурлыкал, не мяукал, прятался. Диагноз – кальциевироз. Что-то вроде кошачьей простуды. Лечится очень легко капельками в рот. Но коту поставили две капельницы. После второй он стал задыхаться и по дороге домой умер. Положено капать два часа, а выкопали за десять минут. Почки Сережи не справились. Вода пошла в легкие. Котам нельзя капать, как людям. Положено капать через инфузатор очень медленно. Но владельцы клиник жлобятся на инфузаторы. Врачи капают, как попало. Я сейчас вам привела реальный пример из жизни. И он касается меня и моего кота, которого уже нет. Нет, это не единственный случай. И главврач признался, что ни один мой кот умер от капельницы. Сколько всего умерло, можно догадываться. И в интернете люди пишут, что их коты умерли от отека легких от капельницы.